Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции основы PHP. Основные способы ставки PHP кода, особенности PHP кода, комментарии, перемены, типы переменных, присваивание и удаление значений переменных, особенности типа буллинг, особенности типа нитейджерфлот, особенности типа нол. Программированные PHP. PHP это гибкий и легкий язык программирования, обладающий широкими возможностями и неоспоримыми преимуществами. PHP это язык программирования, с помощью которого создают сайты, активно взаимодействующие с пользователем, например, интернет-магазин, веб-каталги, почтовую рассылку на сайте, новостную ленту, справочники, форумы и многое другое. PHP отличается от других подобных языков тем, что код выполняется на сервере. Если вы имеете скрипт на сервере, то клиент получит результат работы этого скрипта, не имея возможности определить, какого был исходный код. Наилучшим качеством PHP является то, что он просто для новичков в программировании и предлагает много продвинутых возможностей для программистов-профессионалов. История развития. Коротко. В 1994 году программист Расмус Леарторф написал, собственно, первые скрипты для собственной страницы и назвал Personal Homepage. В 1997 году два программиста, Энди Гутмас и Зив Сураски, взяли за основу идею Расмуса и переписали пищу пистоля. Название Personal Homepage было изменено на Hypertext Pre-Processor. В 2000 году вышла четвертая версия PHP, ставшаяся стандартной для веб-разработки. Сейчас разработана PHP 5, 6, 7. PHP это гибкий и легкий язык в программировании, обладающий широкими возможностями и неоспоримыми преимуществами. Сегодня PHP это мощный кроссплатформенный набор средств, который располагается на сервере и предназначен для обработки специального кода, встраиваемого во что-то на страницу. Благодаря этому появляется возможность легко создавать динамические сайты. Файлы, созданные таким образом, хранятся и обрабатываются на сервере. И когда посетитель запрашивает документы в PHP, скрипт обрабатывается не браузером посетителя, как например на JavaScript, а сервером. Посетителю передаются уже только результаты работы. Динамический сайт, как правило, полностью управляет через наисложенный веб-интерфейс. Управление возможно не только отдельными страницами, но и структурой разделов, а также информационной сеткой сайта. Управление сайтом доступно менеджерам, которые непосредственно общаются с клиентами и знают какие вопросы нужно оперативно осветить на сайте. Важный плюс – это оперативность публикации новых материалов, объявлений и другой важной информации, которая делает общение с посетителями сайта живым и интересным. Основные способы вставки PHP кода. Вставляем с помощью открывающего тега вопрос PHP, далее идет код и вопрос-знак и закрывающий код. PHP код состоит из инструкций, разделенных знаком точкой, запятая. Правильные записи этих инструкций. Тут приведена первая инструкция, вторая инструкция, разделены они между собой запятыми. И использована тег, вопроситель знак PHP и закрывающийся вопрос. Вывод текст на экран оператора IHO. Когда нужно отобразить текст на веб-странице, то оператор IHO является наиболее употребляемым оператором в PHP. Как его использовать после слова IHO нужно поместить строку текста в кавычки. Как вот в приведенном примере. После обработки этого примера на экране появится сообщение «Привет от PHP». Для численных же переменных кавычков можно не вставлять. Комментарии могут быть однострочными и многострочными. Для многострочных мы используем знак слэш и умножение. PHP создан не только для формативно-эстетичного текста. Для того, чтобы обрабатывать различные данные, были придуманы переменные. Каждая переменная содержит определенные значения. Синтекс из переменной состоит из знака доллара. Из свободного идентификатора, которому присваивается какое-нибудь значение. При описании переменных обязательно перед именем мы должны ставить знак доллара. Переменная создается тогда, когда ей присваивается какое-нибудь значение. Для присваивания значения переменной используется оператор «Присваивание». Тут приведен ряд примеров. В первом случае у нас текстовый оператор. Так, у нас текстовая переменная. Далее у нас числовые идут. Целые, вещественные. И также тут предоставлены текстовые переменные. Переменные мы также выводим с помощью оператора «Вывода». Все переменные, касающиеся строковых и числовых. Создадим переменную, которая будет содержать значение количества бананов. Вторая переменная, касающиеся строковых и числовых. Третья – суммарное количество. Обязательные в порядке. Переменные мы ставим знак доллара. Далее. Используем латинские буквы. Можно цифры в качестве идентификатора. И вычисляем суммарное значение. Присваиваем значению сумму двух фруктов. И в итоге мы в браузере получим такое. Количество фруктов равно 15. Интерполяция переменных в PHP. Значение переменной может быть отображено, например, в следующем образом. Дальше присваиваем. Кэппл присваиваем Париж. Далее выводим на экран. Либо можем его упростить. Если имя переменной заключенное в двойные кавычки, то переменная интерполируется. Значит, можем написать следующим образом. Непосредственно указать переменные в кавычках в разделе, где мы будем выводить сообщение. Когда не нужно менять заданное значение для переменной, то имя имеет смысл создать константу. И потом использовать ее в любой части скрипта. Для описания константа используется функция Define, которая передает имя и значение. В примере приведем число Пи, значение к которому 3,14. Имя константы нужно всегда заключать в кавычки, а ее значение только тогда, когда оно является строкой. Значит, в нашем примере будет выведена математическая константа Пи равняется 3,14. Попытка изменения константы приводит к нератрубтоспособности скрипта. PHP является языком динамической типизации. Типы, которые можно использовать в PHP. Более эндотологический тип, который содержит значение чу или фальца. Integer содержит значение целого числа. String содержит значение текста произвольной длины. Loat – вещественное число. Object – объект. Array – массив. Ресурс – ресурс. Нул – значение нул. Значит, здесь приведены ряд примеров. Первая перемена у нас имеет значение boolean. Вторая имеет значение integer. Далее значение string. Также тут, если мы число будем в кавычки брать, то он будет считаться как строговое. Далее у нас идёт поисчисленное число. Для предотвращения появления ошибок рекомендуется не смешивать разные типы данных. Если надо именить тип данных переменных, то для этого нужно слева от имени переменных, указать нужный тип, как в этом примере. Значит, для st мы указали, что он является целым. Значит, математические операторы и математические функции. Числовые данные обрабатываются при помощи таких операторов, простых операторов, как сложение, умножение, вычитание, отделение, остаток отделения. Также мы их используем в работе с операторами присваивания. Следующий пример отображается в браузере следующим образом. В первом случае сложение двух чисел. Далее вычитание, умножение, деление и деление от остатка отделения. Основным оператором присваивания является знак равенства. Он присваивает значение определенной переменной. В одной строке можно присвоить одно значение сразу несколько переменных. Натематические операторы напоминают следующим образом. Отображение в браузере будет следующим. Все переменные. NMP равны 3. Значит, результат будет 333. Также PHP есть комбинированный оператор, который делает код в поле компактно. Вот их и перечень. Значит, инкремент, декремент и т.д. В хп существует такой оператор, как оператор исполнения. Он нужен для того, чтобы выполнить команды операционной системы. Использовать результат этого выполнения. Любая строка A, которая заключена в обратной апострахе, считается как команда операционной системы. Значит, в нашем примере переменной D присвоено значению DIRD. Значит, просмотр всех списков, которые на диске D. Значит, строковые переменные PitchP имеет два строковых переменных. Первый – это оператор конкретенции, который объединяет две строки в одну. Второй – конкретирующий оператор присваивания. Точка равна. Добавляет к строке нужные значения. Тут приведены для первого случая и для второго случая два примера. Когда идет у нас первая конкретенция и вторая. Спасибо за внимание. В следующих уроках мы продолжим также основы PHP. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...